Всем огромный привет! Сегодня будет видео по запросу. Попросили меня в предыдущем видео, по-моему, сделать видео про растения не орхидеи, которые растут у меня. Вот сейчас сниму, заранее извиняюсь за мой голос, немножечко приболело. И вот кому такое видео интересно, всем приятного просмотра. Сразу скажу, это восточная сторона и еще западная у меня есть, но я потом покажу что-то. Итак, первое это юка. Очень я ее давно хотела раньше. И вот я купила ее где-то года четыре назад, может три. Совсем вот это только крупный был ствол и две маленькие пробудились почечки, вот с листиками. И вот за это время вот так она выросла. Видите, тянулась к солнцу. Я разворачивала ее разными сторонами, но вот так вот. На самом деле ей нужно очень солнце, солнечная сторона, но, к сожалению, у меня южной стороны нет и ей очень мало. У меня достаточно света, вот поэтому вот так вот. Так что у кого есть южная сторона, очень хорошо она будет у вас расти. Ну у меня вот так она медленно очень растет и тянется вот к свету. Я ее разворачивала. Вообще, по-хорошему бы было отрезать вот эти стволики и их укоренить. А отсюда, чтобы она пустила новые веточки. Но так как здесь ей темно. Это нужно, если обрезать, это нужно выставлять на подоконник, а там у меня места нет. Поэтому вот так вот. Возможно, когда-то я таки ее обрежу. Ну не знаю, посмотрим. Но нужно поставить ее на солнце. Дальше у меня там вот уже вырос вот такой вот высокий. Это бамбук. И покупали мы его одним стволиком. Стволиком, знаете, которые продаются в таких пробирочках с водой. Вот он такой вот спиралькой идет. И я почитала, что это, по-моему, драцена бамбуковая. И она прекрасно растет в субстрате, в грунте. Я ее посадила. Она начала пускать много-много прикорневых деток и много деток с этого стволика. Вот я их потом даже, по-моему, поделила. А то оно было высокое и неустойчивое. Ну вот, что из этого вышло. Уже довольно-таки огромный куст. Года тоже ему 3-4. Вот. Ну, оно похоже на кукурузу, мне напоминает. Дальше не знаю. Ну, нужно срезать. И тоже оно хочет света. Они все у меня уже почти все перешли на пол. Ну, выживает. Дальше это плюмерия. Так. Плюмерия я покупала маленьким-маленьким, но, я не знаю, где-то вот череночком пару сантиметров. Вот до каких размеров она доросла. Смотрите, какой толстый уже ствол. Должна цвести очень красивыми цветочками. Их, на самом деле, у меня было две. Белая и розовая. Ну, смотрите, какие у нее листья. И они просто занимали мне очень много места на подоконнике. Когда она была ниже, эти листья были вот здесь. И во все остальные цветы они упирались. И я выставила их на продажу. И один у меня купили беленький. Он был поровнее, а розовенький остался. Он немножечко вот согнут. Пытаясь выровнять, развернула, чтобы тянулся туда, к свету. Еще не цвела она у меня. Зимой, видите, какие листики маленькие были. Ей недостаточно было освещения. А это летние листья. Вот сейчас она уже растет. Листочки тоже будут крупные. Так что вот такая вот плюмерия. По-хорошему бы тоже ее потом поставить куда-то бы на пол. Буду смотреть. Но она тоже любительница яркого освещения. Южная сторона. Ей, я думаю, очень бы понравилась. Очень любит попить. Это нужно про полив, да, рассказать. Очень любит попить. И растет она у меня в кокосовом субстрате. Это горшочек без дырочек. У меня, на самом деле, все мои растения в горшочках без дырочек. Не люблю, когда эти тарелочки, там вода стоит, она вытекает. Поэтому у меня вот так вот. Большой слой керамзита на дне. Это горшочки такие, как для орхидеи. Единственное, что они не прозрачные. Вот. Там большой слой керамзита. И прекрасно они себя чувствуют в таких вот горшочках. Кокосовый субстрат. Полив частый. И, на самом деле, он показывает. Если он хочет пить, он сразу же листья опускает. Они такие вот становятся вялые. Чем-то напоминает, как авокадо. Вот у меня раньше был. Он тоже постоянно хочет пить. И если ему не хватает влаги, он сразу опускает листья. Вот. Дальше не сказала. Бамбук поливаю по мере просыхания. Тоже в таком же горшочке он растет. Там обычный субстрат универсальный. Да, еще с чем-то, по-моему. Там циолит. Вот. И юка. Тоже горшочек без дырок на дне керамзит. А здесь торфосмесь универсальный. Субстрат. И там циолит и перлит. Перемешку. Летом очень любит попить. Зимой очень редко поливаешь. Ну, все. Кроме. В примере. Дальше. Кто у меня еще? Цикас у меня есть. Тоже ему очень мало света у меня. Я его хотела. Он мне очень нравился. Приобрела его. Но вот видите, как он вытянул листья. Они не должны быть такие. Они должны быть маленькие, аккуратные. Но вот у меня на подоконнике они вот такие. Вытянутые, некрасивые. В позапрошлом году я его отвезла на дачу. Он был на улице. И вот какие красивые листики он выдал. Вот маленькие. Видите, плотненькие. А потом я его забрала зимой. Потому что там было очень холодно. И вот в прошлом году он мне выдал вот такие вот лопухи на подоконнике. Зимой почти не поливаю. Также там универсальный субстрат. Сперлитом и циолитом. На дне керамзит. Вот эти старые уже листики. Они уже начинают желтеть. Они, кстати, цикосы как орхидеи. Листики. То есть они съедают старые листики. И их не нужно убирать, пока они полностью не высохнут. Вот. Поэтому эти я еще оставила. А еще, по-моему, три уже срезала старых листиков. Растут они очень медленно. И выпускают как бы раз в году. Где-то вот летом. несколько листьев. Бывало два. Вот на улице он у меня стоял. Он выпустил четыре листика. И вот на прошлом году на подоконнике три. Дальше толстянка. Вот такая вот некрупная. Но мы наращиваем массу. Дальше у меня в планах сделать хороший бонсай. Пока я ничего не срезаю, не удаляю. Пока мы наращиваем ветки. Вот. Тут у меня адениумы на первом плане. Вот. Я их обрезала. Вот они уже. Веточки попускали. Здесь и вот там вот. Не знаю, видно. Там тоже адениум у меня. А на нем морковка. Для экономии места. И. Покажу. Вот. У меня. Вандачка. Выпустила цвета. Носик. Надеюсь не засушит. Это выпустила. И это. Но сегодня не об орхидеях. Так. Дальше. Здесь у меня. стрелицы. Не помню точно какая. Я покупала. Семена. Там было по-моему пять. Зернышек. Вот этих. Я их все посеяла. И вот этот. Только одна. Одна. Это кошка. Видимо. Сгрызла. Только. Одна. Принялась. Ну. Зашел. Только. Зашло. Только. Одно зернышко. Вот. Третий год. По-моему. Вот этот. Да. Вроде. Ну. Вот так. Она у меня растет. Каждый новый листик. Крупнее. Это. Должно быть. Очень крупное растение. Не знаю. Куда я его буду ставить. С большими. Большими. Листьями. Но. Как-то мне понравилось. На фотографии. Одной. Женщины. Она. Выставляла. Свои орхидеи. На балконе. И я увидела. Там. Такие. Огромные. Огромные. Листья. Вот. И захотела. Себе. Тоже. Растет. Она. В. Кокосовом. Субстрате. На дне. Керамзиль. Горшочек. Без дырочек. Полив. По мере. Принципе. Ничего. Сложного. Дальше. Это. У меня. Вашингтония. Пальма. Тоже. Я ее. Садила. Семенами. В. Эпицентре. Покупала. И. Что-то. У меня. Три. Штучки. Взошло. С 5. Одну. Оставила. Себе. Остальные. Раздарила. Вот. А. Это. Растет. У меня. Пальма. Не знаю. Как. Называется. Я их. Только. Помыла. Потому. Что. Были. Все. Впыли. Очень. Неприхотливая. Это. Мама. Мне. Дала. Деленочку. Некапризная. Абсолютно. Любит. Попить. Еще. Что-то. У меня. Здесь. Выросло. Что-то. Вроде. Лимона. Не знаю. Любит. Попить. К свету. Не требовательно. То есть. Она. У меня. Была. И. Здесь. На столике. Нормально. Ей. Она. Ничего. Не жалуется. Вашингтоне. Любит. Дальше. Замиакулькас. Вот. Напускал. Много. Новых. Веточек. Видите. Такие. Вот. Салатовые. Это. Все. Новые. Веточки. Что-то. Он. Зимой. Растить. Вот. В принципе. Тоже. Абсолютно. Неприхотливые. Читала. Что. Он. Требовательный. К свету. Абсолютно. Но. Новые. Веточки. Смотрите. Тянет. Тянет. Так. Что. Я думаю. Что. Такие. Нуженым. Ему. Солнышко. Нужно. Вот. Поливаю. Очень. Редко. У них. Они. Склонны. К загниванию. Бульб. Там. У них. Такие. Вот. Бульбы. Внутри. Я. Когда. Покупала. Там. Было. Пару. Росточков. Он. Очень. Уже. Разросся. И. Там. Горшочек. Уже. Был. Деформирован. Полностью. Вот. И. Я. Его. Разрезала. Чтобы. Пересадить. И. Уже. Смотрю. Этот. Горшочек. Тоже. Будет. Пересадить. Его. Зимой. Почти. Не. Полив. Ну. Где-то. Раз. В месяц. Чуть. Чуть. Бенджамин. Фикус. Бенджамина. Полы. Сел. Немного. Зимой. Я. его. Приставляла. Уже. Стульчик. Вот. Сюда. К окошку. Очень. Зимой. Он. Сыпется. От. Нехватки. Света. Вот. Так. Что. Это. Уже. Не. Не. Первую. Зиму. Но. За. Лето. Обрастает. Опять. Горшочек. Без дырочек. На дне. Керамзит. И. Здесь. Я. Ему. Делала. Просто. Перевалку. Вот. С этим. Комком. В котором. Он. Рос. Я. Просто. Пересадила. И. Добавила. Я. Уже. Не помню. Наверное. Универсальный. Субстрат. Сверху. Циолит. Я. Вижу. Очень. Частый. Полив. Он. Не. Любит. Часто. Поливаться. Не. Мой. Не. Любит. Частых. Полив. Особенно. Зимой. У меня. Все. Перезимовывают. Насухо. То. Очень. 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 Редкие. Поливы. Но. Это. Еще. Связано. С тем. Что. У меня. Очень. Холодно. Зимой. Для них. Ну. Как. Очень. Ну. Градусов. 16. Так. Что. Я. их. Поливаю. Они. У меня. Все. Спят. Зимой. И. Здесь. У меня. Драцена. Вот. Она. У меня. Растет. Достаточно. Далеко. От. Окошко. Она. Немножечко. Потеряла. Свою. Варигатность. Но. Чувствует. себя. Достаточно. Неплохо. Не. Жалуется. Вот. Так. Вот. Поливаю. Достаточно. Часто. Ну. По мере. Просыхания. Горшочки. Как. Обычно. Здесь. У меня. Сверху. Кот. Не. Рылся. В земле. Кот. У меня. Подобран. Так. У меня. У него. Остались. Такие. Уличные. Замашки. Вот. Поэтому. У меня. Или. Кора. Или. Циолит. Керамзит. Что. Что. Чем. Я могу. Закрыть. Землю. И. Он. 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 Гывн. protecting. Этот. Пальц. Он. 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 Тож. Он. Он. У нас. Он. ある. Он. Йо. Он. Он. два года ей точно есть может три скорее два это третий курс не помню нужно тоже бирочки делать у меня тоже кора чтобы кот не лез и горшочек без дырок на дне керамзит а здесь что там солид универсальная торфосмеси раньше постоянно универсальные покупала на сейчас если бы же пересаживала что-то бы более интересное намешало бы а раньше у меня универсальный универсальный субстрат был это это было все полив тоже зимой редко поливала летом поливаю часто и по многу так вот снимаю уже другим днем села батарея и как-то все отложилось пока телефон заряжала уже вечер был здесь у меня два рождественника или еще декабристы их называют вот они у меня росли раньше на балконе там вот на шкафчиках возле окошка но их переставила сюда так как не хватает здесь мне зелени ну они будут здесь расти единственное что они могут не свести ну посмотрим возможно зимой что-то придумаем здесь пересадила три куста вместе тут два розовых и один белый и там у меня цвет такой вот лососевый вот так пока мне меня здесь и тут еще у меня есть фикус вот такой вот али по моему он называется покупала уже достаточно взрослым его он был уценен и в эпицентре это было одно из первых растений которые я приобрела когда мы переехали сюда вот это ему лет пять наверное вот он был где-то вот такого такого размера подрос здесь я ему бамбуковой вот такой вот держатель поставила постоянно подвязываю его покупала он был уценен к и он был почти без листьев ну вот ничего растет растет в горшочке без дырочки как и все у меня а здесь у меня подсаженная к нему не подсаженная просто в его горшочки стоят это ваниль орхидей к вот она в кокосе растет и вот так вот плетется по по фикусу и забыла как называется и гузмания вот я ее снимала показывала вот она по-прежнему растит своих деток а там уже листья такие вот с краснотой идут не знаю еще он у меня не зацветал покупала вернее мне подарили уже когда он свел ну вот посмотрим когда он зацветет следующий раз тоже он растет вот таком вот к кокосике похоже он пророс через как субстрат фикусу но он ничего а здесь у меня пальма вашингтония еще одна вот эту пальму я покупала уже с рук уже довольно таки большой но что-то она у меня очень медленно растет вот мой сеянец уже ее догоняет который я снимала и ранее на окошке так вот он выглядит с этой стороны здесь меткая зеленая зона зеленый уголок а здесь уже у меня все мои орхидей ки что еще не с орхидей этого меня лимончик вот я его вот так вот попыталась выровнять он у меня был закручен на такой вот сеточку вот вот что у меня получилось сейчас он цветет вот его цветочки вот здесь бутончики и там на верхушке вот если видно цветет тут у меня коломандин что-то он начал немножечко осыпать листья но вроде приостановил свои свое падание вроде дальше нормально вот тоже у него образуется бутончики вот он думает свести больше и вот здесь вот бутончики против солнца снимаем так что сейчас у него тоже будет период цветения вот уже бутончики и вот там еще осталась одна коломандинка доспела уже и вот тут на верхней полке у меня расположена хая из не орхидеи алое вот недавно посадила росточек и фикус вот такой вот бонсайный как бы фикус вот они у меня все вот на этот на этой верхней полке а там у меня подсветочка следующая вот такая вот травянистая пальма стоит немножечко вдали от солнышко ей не слишком сильно нужен свет может расти вот так вот в тенистом месте дальше фикус вот такой вот каучуковый по моему называется не знаю точно название три штучки посажены вместе покупала маленькими маленькими где-то вот такого размера очень хорошо они росли на подоконнике но потом когда они подросли я их посадила вместе в такой вот горшок огромной и пришлось мне их поставить на пол и вот начали листики мельчать особенно после зимы все-таки не хватает ему солнца любит достаточно яркое освещение по крайней мере вот мои вот эти фикусы и тут налина я перенесла с подоконника потому что коты там доедает и и вот она вся погрызена тут надеюсь они тоже достают но до центральных листиков может хотя бы не будет доставать вот она в таком вот горшке длинном но все равно котики достают и тут у меня драцена стоит а для экономии места вот здесь еще каланхоя по моему называется вот так вот цветет он сейчас и тут у меня кактус и алое алое у меня цвел двумя цветоносами огромным он почти дорос до потолка пришлось мне его мне их срезать потому что этот алое уже набок падал вот и я срезала чтобы он окончательно не упал он у меня подпертый об окошко потому что уже огромные очень не заваливается ну вот и все это все растения из не орхидей которые есть у меня в доме вот все их вам показала если вы есть какие-то вопросы у кого-то то спрашивайте с удовольствием отвечу и всем пока пока